Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Персик. За время моего отсутствия проблем точно не было. Нет. Никаких происшествий. Слышь, Кажеме? Смотри мне, не ври. Если узнаешь, что ты... Ты кого лжецом назвал? Следи за базаром, или я тебя пришьё, обезьяна. Вы, конечно, назвали их озверевшими. Но, как по мне, они... Обычная шпана, пожарки кушите. Ты совсем оборзел так с начальницей говорить? У него просто характер такой. Начальница! Её аж трясёт от злости! Главнадзиратель 13-го корпуса Хеджиме Сугароку. Он такой классный! Он меня по фамилии назвал по фамилии! Ёшкин кот! Она так внезапно меня вызвала, что я подумал, что она обо всём узнала! Это был наш с ним самый долгий разговор. Надеюсь, в следующий раз он назовёт меня по имени! Мать вашу, ну почему он опять сбежал? Чёрт! Я ведь уже сказал начальнице, что у нас нет проблем! Комната для ночного дежурства. А ну подъём! Скотина, ты какого хера творишь, а? Я не по своей прихоти. Рок храпит, как сраный паровоз. Он и зубами стучит. А Ника ржёт во сне, как конь педальный. Как уж тут уснёшь. И поэтому ты туда забрался? Просто там было тише всего, блин. Сегодня ночью, ведь Ямато дежурил. Куда он смотрел? Что ж, позвольте доложить. С позднего вечера до раннего утра я занимался физподготовкой. На этом всё. Не вести меня с утра пораньше, кайё! Да, сегодня, как всегда, супер! Особенно эти тушёные штуки! Он, похоже, не особо любит болтать. Да он всегда был такой. Его выпустили отсюда, а он вернулся, чтобы стать учеником нашего бывшего повара, кто вообще по своей воле возвращается в тюрьму. Он мне сказал, что влюбился в его готовку. Похоже, это в благодарность. За мой комплимент. А словами он это сказать не мог? Эх, а за что это такое? Ну и как с этим играть? С этим-то? Гляди, это сюда, потом сюда. Можно сделать так, чтобы все цвета на одной стороне совпадали. Это капец, как тяжело, блин. Я даже две стороны с трудом собира... Готово. Охереть, так быстро! Есть там чё повеселее? А что насчёт этого? Что это за хрень? Их нужно распутать, но это не так-то просто. Даже ты с этим быстро не разделаешься. Ты нахера их распутал? А чё не надо было? Теперь ясно, почему он так легко замкив скрывает. А что насчёт этого, смотри. Это тоже своего рода талант. Ладно, а вот это? Готово. Использовал бы он его хоть как-то с пользой. А это? Держи. И где он всё это взял? Ну всё, сука! Ах, мы сейчас вообще живы остались. Вся мебель, выпускаемая нашей тюрьмой, считается более качественной, чем у любого мастера. Небольшие гравировки — её главная фишка. Ну я так думаю, что они с этим отлично справятся. Всё готово! Ладно, дай взгляну. Деревянно-бронированный экзоскелет, супер-космический робот Нонбазет! Что это за херня? Ура, готово! Моя сладенькая девочка с ушками. Милашка! Довольно неплохо для вас двоих. Выглядит вроде ничего. Большую часть работы сделал я. Слышь, зато я туда всяких крутых ништячков добавил. Ништячков? Самовыдвигающиеся ящики. Чё? Это как? Ёпта! Когда ей станет известно о том, что они каждый день сбегают, нас ведь всех уволят, да? Помолчи! И не реви! Не правда, ещё как девчонка-то. Опять сбежал? Мне скучно было. Ты всё слышал? Про боли в животе? Из-за вас, полудурков! Надзиратель, что мне делать? Иди убедись, чтобы больше никто не сбежал. Есть! Главнадзиратель Ходжиме Сугуроку. Личность подтверждена. Для входа ответьте на 50 вопросов. И последний вопрос. Какая еда вам не нравится? Икра. Доступ разрешён. Ты какой-то особый тональник используешь, зайка? От тебя духами несёт. Не подходи. Отчёт о заключённых. Боже! Мы соприкоснулись указательным и средними пальцами, а потом безымянным и мизинцем. Остался лишь большой пальчик. Козёл! В прошлый раз ты нагрубил начальнице. А теперь ты кидаешь свой отчёт ей на стол и вынуждаешь его подбирать. Ты совсем уже охерел, мразь? Она извинился, баскуда! Простите меня, пожалуйста, начальница. Виноват. Я совсем не так представляла нашу встречу. Получил, мудозвонище? Ну ты попал, сучай. Скажи, почему эти выродки сто раз отовсюду сбегали, а сейчас даже не пытаются? Кто знает, они вроде говорили, что их тут всё устраивает. В этом отчёте не указано, как и почему они раньше сбегали из колоний. А вот это, если позволите, я хотел бы объяснить вам лично. Сначала заключённый номер 25. Он работал лишь в качестве курьера и не знал, что имеет дело с дурью, что вылилось в мягкий приговор. После проверки на наркотики у него нашли аллергию и целый букет неизвестных болезней. Поэтому его положили в изолятор. Но почему же он сбежал из изолятора? Приговор-то был мягкий. Я всё понял! У 25-го во время лечения пробудились таинственные силы, и во время очередного медосмотра он сошёл с ума и сбежал. Он сбежал, потому что ненавидит иглы и лекарства. Блин, он чё, малолетка, что ли? Он попадал в разные тюрьмы. Но как только до него добирались врачи, он проламывал стены и сбегал. Да откуда у него столько сил-то? Но у нас в колонии Нанба вместо уколов ему дают пероральные препараты с его любимым вкусом. Поэтому теперь он всегда с нетерпением ждёт лечебных процедур. Не скажи ты это сам, я бы не поверила. Следующий заключённый номер 69. Также гражданин Америки. Отправлен в детскую колонию за организацию беспорядков в составе банды. У него была лишь одна причина оттуда сбежать. Разборки между бандами! Чтобы отомстить за погибшего товарища, да? Он не мог просто сидеть сложа руки и сбежал! Всё потому, что еда в той тюрьме была плохая. Сами это жрите! По его словам, он постоянно сбегал, потому что еда была отвратительной. Теперь он ведёт себя примерно, потому что местные блюда ему по душе. Вкусняшка! Ему нравится японская кухня. Итак, заключённый номер 11. Был арестован и отправлен в детскую колонию за посещение подпольных казино. И когда я узнаю, что он спорит на что-то с закамерниками, делаю ему выговор. Хотя тут он может ставить только безделушки. И что? Он сбежал, потому что хотел поиграть в автоматы? Ошибаешься. Он совершил побег из тюрьмы из-за девушки. Ясненько! Он играл на деньги, чтобы помочь своей девушке, которая была прикована к инвалидному креслу после ДТП. Он хотел ей помочь! Он ведь поэтому сбежал, да? Ну и воображение у тебя. Я не прав? Не прав. Он сбежал, потому что у него было свидание. Какой бы колонию он ни был, он всегда сбегал на свидание. Хочешь сказать, теперь он так себя ведёт, потому что ему не с кем встречаться? Ну, типа того. Почему я только это угадал? Субтитры сделал DimaTorzok